Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим серию бесед, ответов. Называется «Во свете Библии», я показываю Библию, 77 книг синодального перевода. Открыты Богом. То есть на все нужно смотреть открыто. Ну а спрашивают, а как закрыто? Закрыто так, когда человек не хочет знать или дают ложную информацию. Сегодня поговорим, и не поговорим, а я открою то, что скрывается. Скрывается, притом умышленно. О войне. О службе в армии, о ношении оружия, о пленении людей, об убийстве и обо всем. Я эту тему давно разрабатывал, она у меня опубликована в этих книгах. Это мои книги, тут лежат 38. Я не беру ту сторону, которая везде известна. Там Александр Невский, там Защитник, Воевал, там Георгий Победоносец, это все известно. Есть Александра Невского храма, Донского, все есть. Но это не все. Люди ленивые сами по себе. Как комиссия, которая по икона мироточения была, то не обидеться, говорит, Ян Экономцев, там Архимандрит, говорит, народ наш тупой и ленивый. Они ничего не хотят знать. И поэтому приходится прям насильно вталкивать. Ты тут хоть один раз посмотри. Есть такие книги, как Библия. Ну, прочти один раз, ты будешь знать. Этого недостаточно, надо каждый год ее по разу прочитывать. Второе, это у нас есть Жития Святых у православных, Дмитрия Ростовского. Из них многое, многое скрыто. Мне это известно очень хорошо, потому что я начитывал и составлял симфонию на Жития Святых. Вот она у меня симфония. Она просто оригинальная, впервые. Такой просто нет нигде, смысловая. И плюс я составлял каталог, так начитывал, на какого размера катушки, на какой дорожке, какие названия. Все это на нашем сайте. Вот наш сайт внизу показан. Это тысячелетнее царство я разбирал, недавно показывал. Так нарисовано. Зайдите, а там найдете все это. А потом на форум можно зайти, прям вверху только ткнуть, там на сайте. Вот о войне. Я много буду зачитывать. В кавычках буду говорить. В кавычках это означает абсолютно точно, на 100%. А в конце, когда вы прослушаете это, себе задайте вопрос. А почему вы этого не знали? То, что я считаю, это даже, может, патриарх не знает. А если знает, то как можно было это скрывать? Я не говорю, какой патриарх там болгарский или какой Путин там не знает. Ну, я специализируюсь на этой теме. Как не исказить Слово Божие? Как точно выполнить порученное Богом? Здесь. Никому не угождаю. Сегодня любого сломают. А вот тот, я тебя с места уберу, там со священника, другого там с поста сместят. И друг перед другом начинает лукаить. Это нельзя так. Где Дух Господень, там свобода. Дух Господень не терпит никакого обмана. Ты или говоришь то, что тебе Дух Святой говорит, или положи отойти в сторону, чтобы Бог не убил тебя. Так вот, от одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния апостолов, 17, 26-27. Ну и считаем об этом третья езра, седьмая глава. Люди это знают. Пределы обитания. Все требует растолкования. Сегодня одна шестая сейчас суша, а завтра от этой одной шестой, одна десятая останется. Пределы обитания Бог назначает. И не надо тут хвататься за оружие каждый раз. Приходит время, уходят. Одни народы приходят, другие. Это убога уже. Режиссура, я выражаюсь так, что план Божий. Развитие. Потому что мы, поэтому все мы братья в мире по происхождению. А некоторые даже братья по вере в Иисуса Христа. Господь сказал Иудеям, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он, дьявол, был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Это сказано было евреям. И сегодня говорят, так видишь, у евреев Бог дьявол, то другое. Тогда вообще вся книга к евреям. Нам Библию брать тогда не надо в руки. Бетхий Завет вообще все к евреям говорится. Ну нельзя же так действительно тупо и дико рассуждать. Это сказано к нам, к русским. Это сказано ко мне. Усваивая написанное в Писании, я могу его применить с пользой для дела, ибо Слово Божие живо и действенно. Усваивать это выражение Иоанна Златоуста. Все, что там есть, ты присвой к себе. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение силой и царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Откровение 12.10. То есть дьявол был небожителем, ну и называют Люцифер, сын Зари. Он клеветал на ангелов, на братьев наших, но он наконец был свержен. И к вам сошел дьявол великой ярости. И все войны, убийства, все это под его владычеством. Это все его, потому что он лжец и отец лжи. Кто кого обманет, умеет хитро скрываться, снайперу как зарыться, непредсказуемыми Манштейнами родиться, Жуковыми беспощадными. Все это было, как Александр Македонский, хитростью, коварством, беспощадностью добиться погибели своей, а не чего-то другого. Причин к убийству разные бывают. Это завладеть чужой честью, имуществом, завладеть землей, женой и все, что у него есть. Или защищать все это, или желая властвовать. Вот причины войны. Я говорю по теме о войне. Шесть раз сказано сыном человеческим, а я говорю вам. А я говорю вам. И как будто ни разу этого не слышали. Евангелие от Матфея, считаем первые главы, там шестая, седьмая, он говорит. А я, это означает до этого было так, а я говорю, это совершенно противоположно. Написано было так, ненавидеть врага, а я говорю вам, любите врагов ваших. Но это противоположно. Там написано, не прелюбодействуем. Выше этого не надо подниматься. Ни один мусульманин понимает, выше ничего нет. И вдруг совершенно другая запад. А я говорю вам, кто посмотрит. Ну, же большая разница смотреть и совокупляться. А вот то-то и оно. Осталась та же запад, а теперь подход, прилог обрубается. Ненавидящий брата и человекоубийца. Ну, ненавидящий, просто ненавидящий. Я ненавижу этих, и дальше называют кого-то. Все, человекоубийца, руки уже в крови. Вот до этой высоты, при земном странствовании, никто не поднимал, кроме Иисуса Христа. Ну, сравни с Кораном, или где там такое написано, с Карлом Марсом. Ну, нет нигде этого. Чтобы любить врага, накормить, напоить. Часто бывает последним. У меня это как бы главное, а я говорю вам. Вот за это посмотреть надо. Сегодня, когда объясняют, танки освещают и прочее, это все идет то, что открыто. По ветхозаветному. А в Новом Завете все по-другому. Дальше мы читаем так. «И наведу на вас мстители, меч мстительный, и от мщения за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч. И будет земля ваша пустая, и города ваши разрушены». Левитам 26, 25, 33. Это не про русскую землю, говорится. Это про еврейскую. Россия кичила всем, что мы новый Израиль. Поэтому примите к себе, мы Израиль. Нам угроза от Бога. У меня отмщение и воздаяние. Когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. В законе 32, 35. Мое желание, чтобы люди, которые слышат это, могли тут остановить. Это видео. И проверить по слову Божию. Надо смотреть предыдущее, последующее, о чем тут говорится. Не просто я, как говорят, нащипал места Писания. «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят, Исайя 1, 20. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я с большой буквы звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих и избирали то, что было не угодно мне». Исайя 65, 12. «Что, мимо нас прошло это? Разве мы не видим, как развратилась эта земля? Я к тому, чтобы принять это. И самые храбрые обезумеют от меча. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них». Иеремия 25, 16. «И тогда не ученые прапорщики, как Щапаев, будут побеждать хваленных генералов. Если же они будут отказываться брать чашу и дурки твоей, чтобы пить, то скажи им, «Так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить». Иеремия 25, 29. «Он умерщвляемый мечом, счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истоевают поражаемой недостатком плодов полевых». Иоанн Затауз говорит, что самая легкая смерть – это утонуть, как в Ноевом потопе. И самое страшное, мучительное – это от голода. Вот этим Господь угрожает. Плач Иеремия 4, 9. «И скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог твой, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого и хотите владеть землею?» Иеремия 21, 3 и 33, 26. «Отмеча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». Амоса 9, 10. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней». Захария 13, 7. «Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Малахия 2, 2. Это к священникам. Что священник благословляет, это не означает, что ты благословлен. Феофан Затворник говорит, «А Бог проклинаю». И надо прислушаться к святым отцам. Когда путь человека и народа угоден Господу, он посылает своего ангела с мечом, число 22, 23, чтобы защитить даже ослицую и убить негодного пророка. «И сам Господь бросает камни с неба на врагов». Иисус Новин 10, 10. «И даже лес погубит больше, чем воинское оружие». Второе царство, 18, 8. «Молитва, раскаяние со слезами, и войско врага в одну ночь окоченеет в смертных мучениях без единого выстрела». Четвертое царство, 18 глава, Исаия 37 глава. «Он спасет бедного от меча, и во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча». Ио 5, 13, 20. «И Господь обращает меч одного врага на другого, судей 7, 27. «Ибо Бог спасает не луком и мечом, оси 1, 7, но духом уст своих». Откровение 1, 16. «Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле». Премудрость Соломона, 18, 16. «Ибо Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого». Иверием 4, 12. «В руке Господа все концы земли, и в его власти не допустить рождения Мамая или Гитлера. Но когда люди согрешают, то меч призывается на них за грехи». Иеремия 25, 29. «И по кругу земли разольются страшные войны». 3, 15, 5. «Мечи летающие, как снаряды и ракеты», значит, 15, 41. «И кто отклонит меч?» 16, 3. «И все нации пойдут на нас, и не мечи на орала перекуют соседнее государство, Исаия 24, но серпы на копья и орала на мечи, то есть плуги, что отомстит за отступление от Бога». Яиль 3, 10, Михея 4, 7. Я это все говорю к тому, что война за грехи. Когда люди раскаиваются, без всякой обороны Бог спасает. Но вот это надо говорить как-то. Никак. Оборона только оружием. То есть чисто мирские люди. Хотя считают наше обранье против плоти и крови. Я хочу сегодня, ну как бы, опубликовать то, что умышленно скрывается от людей. А кем скрывается? Ну, про себя подумайте. И нам повеленно перешагивать из ветхозаветнего закона состояния к сегодняшнему. А я говорю вам, чтобы мы взяли меч духовный, которое слово Божие. Ефесянам 4, 12. И тогда ничто в мире не отлучит нас от Христа. И даже война. Римлянам 8, 35. Или отказ воевать плотским оружием. Бог силен сделать так, что при казни Патита, это 1 июля, жития святых, тело его стало твердо, как железо. Мещ сделался, как воск, от удара в шею. Или считаем, в житии святого Эмилиана, 18 августа, это все по старому стилю. Когда мы верны Христу, то твердость наша будет, как железо. А сердце врагов сделается, как воск. Кавычки закрыты. И такое бывало. Но если Бог допустит, то и амафор во время литургии задушат еретики. Павел Исповедник, 5 ноября. В Новом Завете, даже спустя 3 века и более, святые отцы еще удерживались, даже при христианских царях, на той ступени, где убийство на войне было и непохвально, и незаконно. Правила Василия Великого, 8 и 13. Вальсамон и Зонара, толкователи правил, согласно замечают, что предлагаемый Василием совет на 3 года отлучать, который убьют, вообще не был употребляем в действия, как по неудобству, так и по уважению, в начале всего же правила изложенным. То есть, лукавство. Правила вносило, а отлучить никого не отлучали. Почему? Ну они же Родину защищали. Ну а зачем тогда правила-то сделали? Вот все, что считаешь, это вот есть такое слово у людей, для отмазки. Сказал, как петух, говорит, про кукарекал, а там хоть век не святает. Ну так же нельзя. Так во 2 веке перешедший в христианство философ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. То есть награды какие-то получать, а сегодня хвалятся там, что вот я получил верующий, там бывает священник во всех орденах, неважно в каком государстве. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но избегают присутствовать при убийствах. В 3 столетии, еще церковь неофициальная, Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый оригин. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги и копи на серпы, он совершенно определенно говорит так, кавычки, мы не поднимаем оружие ни против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира, кавычки закрыты, отвечая на обвинения церковь христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так по мнению церковь, если только Римская империя сделалась о христианской, он говорит, она сразу погибнет, то оригин говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит оригин, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к тому принуждал. Ну, в войну не пойди, что расстреляют, ну, а там тебя убьют. Тут умрешь, как христианин, а там как безбожник. Вот так отвечали они. Так же решительно высказывает Тетертулиан о невозможности христианина быть военным. Кавычки. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Петрон сказал, вложи меч твой в ножны. Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Другие кавычки. Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан Карфагенский. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, ну как чикатило. И именуется добродетелью, если делается в массе. Преступником приобретает безнаказанность умножения ярости. Кавычки закрыты. В четвертом веке лактанции говорит так. Не должно быть никакого исключения в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина. Кавычки закрыты. И жития святых. 18 февраля. Это для православных. Для сектантов это не авторитет. Лев Папа, когда грозил гибелью Рим, вышел он в Катиле, вождю язычников, предводителю Гуннов. И варвар увидел двух ангелов возле первой Иерарха и отступил. Он вышел на переговоры. Вышел один. А варвар увидел, как Гитлер увидел стоят ангелы. И он сразу испугался и отступил. 21 мая, 23 июня, 26 августа говорится о Мохаммед Гирее, крымском хане. В 1521 году от Ахмадхана в 1480 от нашествия Тамерлана в 1395 и вот описание по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевич и втором в 1389 и 1425 и митрополитике Прияне агарянский царь монгольский завоеватель Тамерлан поднявшись с востока покорил много стран взял елец умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую и скоренить веру христианскую и он направился к Москве страница 493 это за 3 августа сопротивление было настолько бесполезным что о нем и не помышляли достойно но открыли все храмы и день и ночь шли молитвы к престолу Божию объявлен был пост как в Неневе Тамерлан уже когда была принесена в Москву из Владимира икона Божьей Матери был тревожный сон он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном видении на небе женщина необыкновенной красоты и с нею мужей и как ему грозили они предвещая в случае его похода на русскую землю смерть и хотя его никто не преследовал он бежал в страхе и давя друг друга его войска бросали оружие и оставив свою добычу поражаемое без пролития крови это же тебя святые говорю без пролития крови и был путь его против давнего врага России Астраханского хана и он разбил его врага России и сам внезапно где-то умер и все войско его как вода ушла в песок и через 85 лет летописец пишет нет ни оружие ни мудрость человеческая но сам Господь спас ныне Россию я с советскими историками разговаривал говорю ну а вы как объясните что Тамерлан отступил какой Тамерлан ну вы же историк кандидат исторических наук ничего этого не было как же не было я открываю житя святых то есть безбожники коммунисты это событие не могли никак объяснить ну как враг подошел плотной Гитлер вдруг от Москвы побежал бы до Берлина бежал почему они должны были сказать о великом Боге Иегове Саваофе который защищает тех которые молятся ему которые доверяют никто не думал сопротивляться голова над пропастью смесилась написано мы считаем что военная стратегия тут не помогла но тут читаем кто праведно судит и воинствует откровение 19 1 16 кто дарует непобедимое оружие своим свидетелям эфесянам 6 10 20 и он один бог покоряет под ноги христиан сатану и его служителей римлянам 16 20 3 маковейска 5 31 34 6 глава 2 стих 4 31 7 глава 7 стих 2 маковейска 8 36 9 глава 10 29 стихи жития святых никита 15 сентября константин 21 мая когда же путь народа божия не угоден в очах божиих то ни иконы ни ковчех не помогут но попадут в руки врага 1 царств 5 глава борис святой 2 мая бесы боятся креста но злой человек и креста не боится так он сказал корнилий и гумент Псковский 20 февраля он вышел навстречу Ивану Грозному Иван же приближившись выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом которым он шел благословлять его вот враг главный был а сегодня Ивана Грозного канонизируют но канонизируем то корнилий теперь как канонизируют палача что надо гитлера канонизировать вожди вложи меч твой в его место в Матфея 26.52 в его ветхозаветнее место отныне же кто мечом убивает тому самому надлежит быть убитым мечом откровение 13.10 Христос навеки убрал меч из рук своих последователей и вот про это христиане как будто никогда не слышали говорят но враг может нас пленить Господь говорит а я говорю вам плен как и война тоже есть наказание за грехи наши если ты когда перейдете за Иордан в землю которую Господь Бог ваш дает вам будешь слушать глаза Господа Бога твоего тщательно исполнять все заповеди его которые заповедую второзаконие 28.1 тебя никто не тронет обещание Божие всех пастырей твоих унесет ветер и друзья твои пойдут в плен и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои Иеремия 22.22 Иеремия 30.17.18 за это мы остались в плену и вот пали отцы наши от меча а сыновья нашей дочери наши и жены наши за это в плену в земле не своей до ныне за это за это не потому что Китай и мусульмане плохие это меч Божий ну какая разница мусульмане или Тамерлан в первом послании Коринфянам 10 главе 6.11 стих апостол Павел говорит это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое это написано для нас конечно для нас 2 параллельпоменон 29.9 со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня из-за беззакония нашей преданы были мы цари наши священники наши в руки царей иноземных под меч в плен и на разграбление и на посрамление как это и ныне 1 ездра 9.7 я отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врагов Псалом 77.61 зато народ мой пойдет в плен непредвиденно и вельможи его будут голодать и богачи его будут томиться жаждаю не звергли спали вместе не могли защитить носивших и сами пошли в плен Исаия 5.13 46.2 из-за грехи для согрешающих и живущих не раскаяно плен будет продолжителен ибо он и к нам Вавилон прислал сказать плен будет продолжителен стройте домы и живите в них разводите сады и ешьте плоды это на Иеремию 29.28 зато ныне пойдут они в плен во главе пленных и кончится ликование изнеженных Амос 6.7 решено она будет обнажена и отведена в плен и рабыни ее будут стянать как голуби ударяя себя в грудь но и он переселен пошел в плен даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц а знатных его бросали жеребий и все вельможи его окованы цепями на ум 2.7 3.10 и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы Иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена язычников Лука 21.24 ибо кто ведет в плен сам пойдет в плен откровение 13.10 плен же смятых никогда не страшил если живешь свято не нарушаешь закон Божий его не надо страшиться сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку и она служила жене неимановой и 4.5 и когда они к земле в которую будут пленены войдут в себя и обратятся это сирийцы и будут молиться тебе об Израиле в земле пленения своего говоря мы согрешили сделали беззаконие мы виновны 2.6.38 тогда Господь говорит я пришлю вам помощь сегодня думает как какие миллиарды на вооружение отпустить ну пусть они отпускают действительно для этого существуют органы которые хранят границы я обращаюсь так к христианам только к христианам не к мусульманам у мусульман другой закон резать мне голову у него нет другого закона он поступает по Корану а мой закон гласит я должен безволново склониться на колени так они нас всех вырежут да об этом рассуждать не надо это временная жизнь одно мгновение но как мы предстанем туда вот надо думать о чем и возбужу возбужу к ним сострадание во всех пленявших их Псалом 105.46 при всем том народ не покаялся и не отступили от грехов своих доколе не были пленены земли своей и рассеяны по всей земле серах 48.16 ну видимо 47 вот что пленены и рассеяны за грехи из плена выводили не войсками не силой оружия но благодатью данной им богом для святых своих житья святых считают 12 июня Петр Афонский обещал монашеству идти и вышел и вывел из плена святитель Николай 4 ноября Иоанники Великий вывел и не раз из Болгарии пленных невидимо и кто охранял видят пустое место как Петра из темницы ангел вывел один оставая Мефодий Господь его отпустил а он стал выпрашивать еще у хана и вывел с собой 900 пленных 25 июля Макарий Желтоводский отпущен ханом и с ним вышло еще 400 человек 11 декабря Никон Сухой Печерский не пожелал из плена выйти и бог в цепях доставил его из плена 23 апреля Георгий Победоносец юноша из плена от Сарасын был доставлен им 28 февраля епископ Лев отдал себя в плен за трех больных пленных но в пути сам заболел и был усечен 30 мая Исааки Далмацкий Бог воздвиг варваров с Дуная Бог воздвиг варваров с Дуная и я спрашивал священников ни одного за 50 лет не нашел а ему храм это есть да нет нигде Никольский храм Покровский в каждом городе Александра Невского храм такой же святой ни одного храма за 2000 лет не было ему почему не ясно что тут какой-то перекос идет что-то скрывается и вот какой был этот ирон с него надо брать пример он святой ему надо подражать святые для того и даются нам чтобы мы могли им подражать в царстве Недеклихиана и это в кавычках уже идет это одного из злитейших гонителей христиан начала 4 века до Константина повелел записать в войско всех годных к военной службе мужей и юношей но ирон отказался идти с ними считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками страница 136 ночью блаженному ирону явился некто одетый в белой одежды и возвестил ему кротким и полным любви голосом спасение ирон благовествую я тебе правым путем идешь ты так как идешь подвязаться за царя небесного а не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать правильно идешь что не пошел в армию за языческого царя а мы все языческое государство ни одного нигде ни разу не встретил чтобы сказали подражайте ирону но я приглашаю людей задуматься и подражать ему христиан конечно только христиан не мусульман 21 апреля страница 314 мученик феодор вместе с другими юношами был приведен и феодор на военную службу я копирую оттуда дословно призван военачальник положил на него как и на остальных юношей воинский знак очевидно форму на деле но святой феодор немедленно сбросил его с себя сказав я знаменован от чрева матери моей моим небесным царем Господом Иисусом Христом и не желая быть воином для другого царя и был казнен как иерон это все казненное за то что не стали воевать 3 февраля роман угличский не хотел сопротивляться батыю страница 38 не сопротивляться бесполезно а страсть спасти город и жителей изъявлением покорности татарам то есть открыли город кого надо они в плен увели но никого не убили 19 августа Андрей Стратилат Стратилат то есть военачальник может быть полковник послушайте внимательно я понимаю некоторым уже тяжело это слышать Андрей был тысяченачальником полковником я представляю это все в кавычки идет от него уверовало 2593 воина и как они уверовали то есть там не пришел ни батюшка никто не благословлял не кропил танки в Чечню идите воюйте идите воюйте ни военных полковых не было никаких не было священников вот они уверовали и что и когда они уходили от преследования их то вошли в ущелье и ждали своих убийц к ним обратился святой Андрей с речью друзья братья и дети мои ныне время благоприятное ныне день спасения будем же ненадушны и твердо стоять в любви Божией как повелел нам Господь и не станем поднимать рук наших на преследующих нас но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то что Он дал нам дожить до сего времени когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него и так будем молиться ему как молился святой первомученик Стефан когда иудеи побивали его камнями говоря Господи Иисусе Христе прими души рабов Твоих которые мы предаем в руки Твои когда они так молились их настил кселев со своими воинами обнажив мечи и заскрежетав зубами они как звери бросились на стадо Христова святые же воины Христовы хотя как храбрые и опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц но подражая Господу своему как незлобивые агнцы отдались убийцам своим на заклание преклонив колени они протянули шеи свои на заколение под мечи и воины селевка без милосердия посекли их в короткое время всех перебили пострадали в воскресный день во втором часу дня это страница 256 почему Федор и Стратилата нигде не знают никто почему я спрашиваю от Андрея Стратилат почему ни одного храма нигде нету почему его биографии нигде не считают в храмах а Мария Магдалину накануне Андрея Критского считают ей подражать вообще нельзя она нигде ничем не подражала по Евангелию здесь Христос говорит могу 12 легионов ангелов вызвать но склонился перед ними и он Андрей так и говорит мы подражаем нашему военачальнику нашему полководцу почему я спрашиваю Христос не заповедовал дух патриотизма не вооружил учеников чтобы освободить свою причистую матерь и дорогую родину иудею от вражеского плена патриот это человек любящий свое отечество преданный своему народу от которого от Бога именуется всякое отечество на небесах и на земле Ефесянам 3.15 Отец наш сущий Иегова на небесах и чем же оно имя его святится досветится имя его согласно 13 правилу Василия Великого у воинов руки нечисты и они отлучаются на 3 года от причастия для святых пророков свое отечество было враждебно и они молились даже о сдаче врагу без боя а лжепророки горели духом патриотизма и погубили и себя и страну и народ Иеремия 21.9 прочитайте и далее не потому ли Михаил Александрович Шолохов удивляясь лжепатриотизму выводит так патриотизм тире это последнее убежище всех негодяев от каждого котелка как отчерливой собаки за версту воняет патриотизмом далее писание и так желаю чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи воздевая чистые руки без гнева и сомнения 1 Тимофея 2.8 исход нужно прочитать 17.9.12 предпринимай все возможное что только не сделает тебя убийцей Василия 55 то есть много способов вызвать что там кого писание возбраняет не только легкую рану но и всякое зловещие или хуление Колосянам 3.8 и Фессианам 4.31 и все подобное от раздражения происходящее это все Василия Великого но они только против злодеян не только против злодеяний положили предохранение в эпитемиях правило Григория Василийского 5.8 от разбойников можно убежать звать на помощь и обезоружить 21.10.11 прятался от них 12.10.11 Эпифания 3 месяца водили его с собой в плену и он сказал о них демоны в человеческом образе было так что из разбойников некоторые получались и святые на кресте рядом со Христом его убивать не надо 28.10.11 Моисея Мурин 6.10.11 Давид 6.10.11 6.10.11 Варвар 4.10.11 Зосима 24.10.11 Никита 7.10.11 Сергий Нуромский 6.10.11 Павел Комельский много раз был в путешествиях Павел в опасностях на реках в опасностях от разбойников в опасностях от единоплеменников в опасностях от языщиков в опасностях в городе в опасностях в пустыне в опасности на море в опасности между лжебратьями 2.10.11 12.11 24.10 И 24.11 Никандр 26.10.11 Адриан 14.10.11 14.10.11 Иларион Суздальский, 2 января Серафим Саровский, 5 августа Иов Ущельский. О том, что разбойники обращаются через молитву. Не только не убивают, а обращаются. Иногда воровы разбойников кормили и обращали к Богу. 3 мая Феодосий, 1 октября Савва Вишерский напугал их своей силой, 12 декабря Спиридон, 9 июля Копри, 19 января Макарий Египетский сам помогал Варузов брать свое, 8 августа Марон, 12 апреля Исаак Сирин, 21 июля Симеон Еродивый, 2 октября Андрей Еродивый, 8 января Григорий Печерский, 1 мая Пафнутии, воры не могли уйти с посещенным, 24 сентября Никандр, не раз укравшие, тут же и погибали, пораженные Богом, 7 февраля Лука, 3 мая Феодосий, 24 октября Арефа, 6 марта Иов Анзерский и 10 июня Силуан Киевский. Воры 3 дня не могли сдвинуться. Вот что я засчитал из Святой Библии, из житей святых и из канонов, которые говорят, что не надо никого убивать. Кто-то не послушается, но людям надо дать альтернативу, что выбирать. Не надо раздувать подвиги людей, которые неизвестно где и они поступали вопреки Слову Божию. У нас определенно, четко говорится, а я говорю вам, те люди, которые воюют, убивают, так называемые христиане, они не могут сказать, что Христа расслышали. Они делают так, как поступал Моисей. В царское время Финляндию захватили, это был предаток ее. До Польши до Артура дошли. Это все при царе Батюшке православном. С кем только не воевали. Польша тоже подданная. Все народные восстания, пытки. А у католиков сколько было инквизиции, сколько войн, крестовых походов. Где оно христианству? Поэтому на весах своих книг мы против мусульман просто никто. Когда меня спрашивают, а как мир возможен? Ну, вариантов несколько. Первый вариант, это так, как сейчас воюют, армию вооружать хорошо надо. Элитная часть, ракеты, ну, в конце концов, атомная война. Но христианин этого не может делать. Христианин может молиться. Мы всегда молимся о мире, во всем мире. Чтобы жизнь проводить тихую, без мятежи, то есть без революции. Без мятежи, это не означает, что без печно, без заботливая. А именно мятежа, чтобы не было. Мы молимся. И смиряют их Господь. Ну, у каждого свой опыт. У меня опыт свой. Мне приходилось быть среди разбойников. Среди воров, среди уголовников. В пяти тюрьмах. И везде Господь смирял людей. Не просто смирял, а они каялись, приходили ко Христу. Обращались к Богу. Но я могу опереться на опыт вот этого Андрея, Стратилата. И именно так. Если я верю в Бога, я Ему доверился. Господь силен сделать как Ему угодно. А если погибете по грехам моим, я давно достоин смерти. Но если Ему угодно, я все еще живой. У меня интересно. Когда я освободился из лагеря, по указу Президиума Верховного Совета СССР. Это было 25 марта 1987 года. Но меня освободили помирать. Никто не думал, что я живой. У меня бронхи полетели. Но я выжил. И когда я вернулся домой, когда уже подлечился, вернулся, то из органов, компетентных называется органы КГБ, сразу же несколько офицеров приехали ко мне на дом, а я получал паспорт. И у жены спрашивают, а как он мог вернуться живым. Вы помните фильм такой Иуда Бен Гур, когда Мисала узнал, что он вернулся, то его слуга спрашивает, но он же на галерах, оттуда никто не возвращается. Милостивый кесарь наш, царь. И я могу сказать, милостивый наш Господь, который защищает нас без всякого оружия. И тут как образец, так называемый, свидетели Иеговы. Их не надо гнать, а у них надо поучиться. У них за все время существования их секты ни один, повторяю, ни один не взял оружие в руки. И со мной сидели два Иеговиста. Два. В городе Мерке, где-то там в Казахстане, хорошие ребята. А они говорят, а мы уже знали, когда маленькие были, что надо сидеть будет. У нас все сидели, и дедушка, и отец, и даже бабушка сидела, и мама сидела. Понимаете, как мы перед Богом ответим? Защищает все. Я с одним священником даже разговариваю. Он говорит, ну, понимаете, вот как сейчас, посылайся. Ну, своего сына я бы не отправил эту власть защищать. Но выбора нет. Не я же буду решать, какая власть. Я под этой властью нахожусь. А вы как, тем более сегодня, альтернативная возможность. Наши братья, вот у нас, в нашей общине, у нас нельзя откасить от службы. Каждый обязан явиться в военкомат и пойти служить в армию, как все. Или же подать документы о том, что он верующий. Мы даем печать. Батюшка расписывается, что он верующий. По альтернативной основе. Где он там? Дольше будет, конечно, служить. Ну, он не будет никого убивать. Потому, я не беру еще второе, что присяга запрещена. Присягу запрещали все святые отцы. У Иоанна Златоуста в 12 полных томах его бесчетное число раз запрет на присягу. Кто будет принимать клятву? Клятву это присяга. Я запрещаю порог церковный переступать. Вот и все. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok